К другим темам. В поселке Плановый на Абгес накануне появилась уборочная техника и расчистила от сугробов проезжую часть. Казалось бы, жители должны быть довольны. Вот только после такой уборки они сами вынуждены взяться за лопаты, чтобы откопать подходы к собственным домам. Тему продолжит Виктория Рыжих. Уборка снега на улице механизаторов спровоцировала настоящую войну между жителями и представителями ТОС. Дорогу-то почистили, а вот снег не вывезли. Это не входит в обязанности коммунальщиков. Теперь огромные волы не дают жителям попасть домой. Стали звонить в администрацию, звонить в организацию. Организацию инженер просто сказала, не сломайтесь, берите лопатки и вперед. Жители говорят, всю зиму справлялись сами. Они регулярно убирают и вывозят снег за свой счет. Скидываются так дешевле. Заказать трактор берут минимум два часа. То есть от тысячи до полутора час. То есть вот заказал либо две, либо три тысячи. За сезон селяне видели снегоуборочную технику два раза. Это при том, что год выдался щедрым на осадки. Колодцы все позавалили. Вот там идет центральное водоснабжение. Сейчас в случае аварии к колодцам просто не подобраться. Их просто завалили. Сдвинули весь, все сдвинули сюда. Нам-то уже, извините, мы пенсионеры, нам уже больше семидесяти. И мы вот это лопатой можно убрать? Это практически мы просто не можем, даже при нашем желании. Вот все. Вот это все нужно раздолбить, все это убрать. А нам завтра ехать, мы бы, может быть, и не стали. Вот сейчас стоять и убирать. А завтра ехать в больницу. И каким образом выбираться? Как хочешь. В общем, замуровали. Самым натуральным образом. Жильцы сетуют не только на горы снега. Техника испортила дорогу. Раньше здесь свободно разъезжались два автомобиля. Сейчас может проехать только один. Плюс появилась глубокая колея. Впрочем, представители ТОС искренне не понимают недовольства жителей. Это же дороги третьей категории. Кто их здесь будет увозить? Здесь только грейдирование и все. Понимаете, это сделано с целью того, чтобы есть случаи застревания скорой. Чтобы не было никаких инцидентов, приходится идти на такие меры. На Барьяны тоже случился инцидент. Кидались прямо с топорами. Это прямо серьезно. Кидались с лопатами и топорами. Жители? Жители, да. Не давали расчищать? Не давали расчищать, да. Чем они аргументировали? Им не нравится сбоку вал. Решение почистить улицы приняли на общественном совете ТОС. Главная задача – беспрепятственный проезд в скорой спасателей полицейских. Также пообещали, что почистят придомовую территорию, где прописаны пенсионеры. Тем временем жители вынуждены нарезать круги по поселку. Из-за работающей техники они не могут подъехать к дому. Жалуются и обслуживающие организации. Вы скажите, пожалуйста, а как мусор собирать, когда вот такие вот завалы, и проехать невозможно? Однако, как в любой ситуации, есть и те, которые смотрят на происходящее под другим углом. Я знала, что нагребут. Мне вчера сказали, что да, будет проходить. Но я тоже, их тоже заставляют. Тамара Васильевна убеждена, чем тратить время на выяснение отношений, быстрее взять лопату да раскидать. Видимо, жильцам все-таки придется убирать горы снега своими силами. Виктория Рыжих, Сергей Жданов, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова